Региональная государственная молодежная политика, что должно быть в приоритете? В приоритете должна быть молодежь, которая должна своим поведением, своим выбором подтвердить правильность нашей политики. Это означает численность молодых людей, которые остаются работать, учиться и создавать свои семьи на территории Тверской области. Мы понимаем, что бывают отступления, поехать, учиться в другом регионе, поработать в другом регионе, но все же в цикле 5-10-летних мы должны видеть, что молодежь, которая родилась, выросла на территории региона, либо молодежь Центральный федеральный округ, Северо-Западный округ выбирает для своей жизни, для создания семьи Тверской области. Это, я думаю, основные, главные, ключевые параметры реализации любой программы, в том числе и на территории Тверской области. Сегодня рассматривался вопрос по молодежной политике. На чем будет сделан акцент, какие направления будут поддержаны, что обсуждалось? Ну, прежде всего, это работа. Второе, это жилье для молодых семей с детьми, это образование, здравоохранение, которое должно быть. Это, конечно, современная городская среда, потому что, применяя слово «комфортная городская среда», мы не всегда понимаем полноту этой формулировки. А вот современная городская среда – это возможность занятий спортом, это возможность отдыха, это наличие зеленых зон, общественных пространств, там, где можно провести время, ну, в том числе и современных музеев и, конечно, спортивных объектов. Ну, не только для молодежи, но и для каждого из нас. Занятия технической культурой и спортом должны стать нормой жизни. А что будет сделано в регионе, чтобы действительно такой амбициозный достичь цифр к 2013 году 70%? Ну, мы исходим из того, что у нас здесь несколько горизонтов планирования, 21-й год, 23-й и 30-й. 30-й, конечно, это очень серьезная задача, мы планируем создать несколько крупных объектов. Второе, конечно, перестроить работу, я думаю, об этом вы уже в ближайшие дни узнаете. Будут приняты ряд организационных решений по направлению спорта. И, конечно, с учетом федерального опыта, вы тоже, наверное, в курсе решения федерального правительства, мы перестроим свою работу. Очень важно обратить внимание и правильно реализовать решения по тренерско-преподавательскому составу. Мы сегодня анализировали прошедший период времени по работе, видим, какие есть недостатки и что необходимо сделать в этой связи. В том числе и систему мотивации тренерско-преподавательского состава. Ну и, конечно, надо все вернуть в системную работу, когда происходит не какая-то самодеятельность, или каждый руководитель учреждения государственного спортивного или муниципального спортивного по-своему как-то воспринимает все, что происходит, а должны быть определенные стандарты, ниже которых опускаться не следует. Поэтому вот эта работа и будет занимать сейчас основное время в ближайший год в нашем регионе. Елена Михайлович, очень много региональных правительств уделяют внимание многодетным семьям. Сегодня рассматривался вопрос по получению автомобиля. Кто может из многодетных семей, а все-таки рассчитывая на такую меру поддержки, ведь мы уже докатали какие-то нюансы. Да, это семья не менее чем с пятью детьми, при этом родители не должны иметь судимости, один из родителей должен работать. Мы выделяем на приобретение до одного миллиона рублей транспортного средства, ну если, соответственно, оно не по цене ниже одного миллиона рублей, фактическую стоимость до одного миллиона рублей оплачиваем. Плюс мы выделяем ежегодно деньги на страховку, посчитали по оценке экспертов, страховых компаний, это не должно превышать 60 тысяч в год, мы тоже это оплатим. Ну и, как мы говорили, по транспортному налогу установлен критерий, чтобы транспортное средство не превышало 250 лошадиных сил, семья освобождается от уплаты налога на транспортное средство. Поэтому проверили, что все транспортные средства соответствуют этому критерию мини-вэна, автобусы. Ну и, соответственно, у одного члена семьи должно быть водительское удостоверение категории B или категории D для того, чтобы иметь многоместный микроавтобус, на котором может перемещаться семья. Спасибо. Спасибо.